так друзья здравствуйте внеплановое кино жил себя с никого не мешал постепенно фильмы снимал вдруг письмо на которое я срочно ответить буквально вечер не идет не о днях а часах извините за трагизм сейчас поймете итак я готовился к следующему вебинару вот это письмо там должно было быть на вебинаре мной озвучено и прокомментировано давайте его прочтем поймете что речь идет о серьезных вещах спасибо большое вроде с крыма выписывала она сказала я все узнаю исходы это понятно что и решать просто сомневается тут такой момент то промажу октябре посадить будет холод а в декабре может быть теплее это городская область вопрос как сможет ли корни зацепиться или но при купе тоже холодно за то же самое условие тут как повезет мне кажется если земля копается кто-то сказал сажать можно прошло пару дней вот я готовил свой ответ вот это случилось следующее я получаю вот это вот фильмы вот сейчас по этическим соображениям я показать не могу я хотя бы приоткрою эту тайну внимание марире константинович доброе утро ленинградская область 18 ноября двадцать третьего года дальше своими словами потому что этот фильм могут соседи уже покажет а тут есть в общем-то ну как бы личное поэтому я остановил запись а сейчас проверить это вообще запись вообще-то запись идет слава богу посмотрели да дальше своими словами и так минус 6 минус 8 земля не застыла сейчас я вам покажу знаете как хитро покажу какой просто увидели вот эти саженцы то есть без 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 голоса мне так чисто морально легче вот эти саженцы господь не дай бог вам такое выписать так вот они это верх это низ и дальше идут обрубки ладно еще что покажу покажу какое огромное количество это часть видите лично его соседка выписал из крыма а на улице зима вот ну понятно есть такие люди я с таким отношусь вот живем одним днем ладно посмотрели поняли что теперь он меня спрашивает что сказать соседке первое я сказал от не берете на себя ответственность не берете почему потому что вы можете оказаться виноватым когда эти все деньги окажется выброшены все или часть идем дальше вот это второе письмо ну то которое я могу показать это ладно вы сможете мне понять что там идет просто ерничание практически лучше этого не видеть итак мне нужно реагировать и давайте смотреть на улице последние уже зима но еще можно посадить и вдруг он мне присылает еще одно письмо звуковое там написано и показывать уже садят прямо садят на холмы да вот но садят персики там же были показаны как они выглядят плохо выглядят обрубки еще сильнее чем я вам сейчас показал на экране что делать вот и он еще не знает что ей посоветовать делать посадочную обрезку или вообще не делать а соотношение корней и кроны где-то 10 к 1 ну пятую часть может выкрывать что делать и садят видно на экране причем все это как бы называется в режиме реального времени тут же я ему пишу садите персики раз уж начали садить только под наклоном от земли 30 градусов вот персики с Крыма в Ленинградской области это стопроцентная смерть значит только полностью укрытая а потом когда я посоветовал ну хозяйка вряд ли позволит себе 80% кроны отрезать вряд ли я сказал ну хотя бы 40% оставить а этот огрызок оставшийся под углом получается 60 градусов то есть 30 градусов от земли и потом накрыть для первого года картонной коробкой и всю жизнь держать теперь в плену то есть все время зимой укрывать шансов на выживание на свежем воздухе нет вот крымчане к нам загорать и к вам в Ленинградскую область не ездят мы к ним ездим вот этот момент и теперь я показываю два способа два способа раз уж дожили до этого остается прикапывать можно посадить но это перчики но там еще куча разных саженцев видели там целая гора саженцев накупила у меня такое впечатление там штук 100 этих саженцев вот это денег девать некуда тогда получается следующее посадка может быть вертикальной и сразу посадка на постоянное место к першкам это явно не относится это я про другие культуры то есть в начале садится на холм а потом нормально садится по крыльевую шейку хорошо если это видно хорошо если это неклоновое подвое можно не видеть что ей прислали вот единственное что он сказал что это прививка и окудоровка уже не подарок и потом делается так нагребается это называется окучивание обрезка само собой на экране вы видите я проверял на априкосах и на яблонях вот живы и так сильная обрезка отрезал я здесь примерно процентов 40 если даже эта часть замерзнет все таки зима а он не успевает питься в землю напиться в воды где все замерзшее тогда получается вот эта часть может отмерзнуть но то что приходит весна пальчиками по мере а там все время отгребается 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 и выходит на корневую шейку то есть он же холм но пониже вот то есть только профиль и тогда получается что вот эта часть которая оказалась под снегом временно она оживет и будет спасен сто процентов но существует классический прикоп причем есть классический прикоп как правильный так и неправильный и я вынужден сейчас вам это рассказать вот и моя вина в том что я этой осенью каждую осень рассказал но этой осенью я не рассказал вот хотя кто меня смотрит несколько сотен и так мы с вами попадаем в удивительный мир этот мир называется значит интернет этот мир называется схемой прикопов я начну с первой и буду вам объяснять и вы тогда я бы сказал да зовут нашего друга такого замечательного человека который у меня покупал косточки выращивал дарил людям чтобы были у всех сам платил а людям дарил зовут его Денис Смирнов Данил Данил Смирнов так вот и я вам еще раз скажу не берите на себя ответственность в таких случаях говорят так когда один вариант то вы крайне потом вы еще скажут отдайте мне деньги которые выбросила гражданин Смирнов чтобы этого не было вы даете два варианта один я вам сейчас преподнес а второй вариант сейчас преподнесу не этот сейчас объясню почему не этот вот чтобы она думала прикоп классический вот это все в реальном времени он ждет от меня фильм прямо сейчас а я больше не фирма как бы черновик еще не обработанный без музыки без титров и так смотрим это схема при при как вот если брать сначала видите фантазия огромная причем большей части они все погибнут при копе не так у них есть огромный риск погибнуть при копе сейчас вам объясняю вот прикоп должен быть умный если вы видите что это уровень земли если вот эти корни попали в яму рыхлую само собой к тому же к тому же к тому же видите вот здесь часть штамба они сейчас тоже там а теперь представим себе что вот она городская область и послезавтра пойдут дожди абрикосы груши сто процентов сгниют я это проходил я был таким же наивным и прикопы первое делал глядя в учебники сгноив я начал не отказываться от прикопа начал учиться и учить других и так схема смертельная идем дальше пока не найдем хан настоящую то же самое идем дальше да кстати меня всегда вот это зло берет когда садят деревья вы понимаете что вот это дерево примерно пять лет самое малое или крона не обрезана и корни с гулькин хрен это хрен хрен это внимательно гулькин хрен вот эти корни вот такое соотношение это уже не живое дерево но это к слову дальше смотрим тут непонятно не очень понятно не очень понятно не для нас еще один смертельный прикоп еще смертельный вот это вот уровень земли значит когда пойдут дожди вот это вода это каша водяная вот еще раз говорю запросто вернется я же помню это разговор с одним ученым по другому поводу правда ноябрь плюс декабрь плюс январь плюс и в середине января минут 20 с плюса но и для этого время то прикопе все сгнивает и такое может быть пусть у вас не Воронежская область но вы то живете где еще больше воды в небе вот это смертельный прикоп а ведь написали северик как умно положение солнца написали вот что надо был наклон от севера к югу так один хрен это все сгниет во многих случаях какая зима будет ну вот половину случаев точно сгниет нехорошо ребята нехорошо учи самим учиться надо а не учить других вот смотрим здесь опять 25 45 градусов весной посадить весной выбросить вы понимаете что в чем вы учите еще штабы длинные делают и все это под землей под водой а потом под водой вот опять сгнили вы представляете что делают вы уже поняли насколько это опасно ну ищем ищем вот опять сгнили теперь то вы уже сразу даже вы должны вас как одновременно мы с вами опять сгнили вот теперь здесь чуть-чуть получше чуть-чуть смотрите уровень почвы должен быть только где корни и не так опасно кстати перебор пойдут дождей простутся деревья и даже это опасно сильно влажно вот эта часть нижняя то есть лучше но не идеал вот и вот наконец нашли что там из 6 из 8 нашелся одна схема которая меня лично устраивает вот причем вот тут есть траншею и то маличка захватывает эту часть и может загнать ну и только правильно вот тут написано правильно прикопаем или всегда правильно обрежем деревья а я перевожу правильно прикопаем а я в скобках правильно сгнием вот теперь значит так сейчас будем заканчивать этот разговор я в принципе все сказал и так вот здесь вот благодаря этому холму благодаря корни наверняка самой верхней части и здесь минимум влаги вот а сам этот холм защищает в какой-то степени не в такой степени как у меня но все-таки защищает от морозов вот вот пожалуйста на этом попрошу попрощаться вот вот Данил привет смирнов вот я свою работу сделал сейчас высылаю ну а потом еще и догонку размещу на своем канале до свидания друзья остановить запись